Деяние святых апостолов И киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Кирикии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавши схватили его, и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место и на закон». Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре и разрушит место сие, и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лица его, как лица ангела. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог слава явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал ему, «Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать его владение ему и потомство ему по нем, когда еще был он бездетен. Соломон же построил ему дом, но Всевышний в нерукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо престол мой, и земля подножия ног моих. Какой дом сазиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, вышедши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, приими Дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха сего!» И, сказав сие, «Почел!» Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Матфея Святое Благовествование Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарий, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». И, ну, притчу слышите, человек некий бедымовит, и же насади виноград, и оплот им огради его, и ископа в нем точила, и создаст топ, и вдаст ей делателям и отыдем. Их даже приближе все время плодов, посла рабы своя сделателям приятие плоды его. И емше делателе рабы его, оваго убабиша, оваго же убиша, оваго же каменем побиша. Ваке посла и на рабы множейше первых, и сотворише им так уже. Последи же посла к ним сына своего глаголя, устрамяться сына моего. Делателе же, видевши сына, решив себе, сей есть наследник, приедите, убьем его, и удержим достояние его. И емше его, изведоша вон из винограда и убиша. Игдау бы придет господин винограда, что сотворит делателям тем? Глаголы же ему, злых зле погубит их, и виноград придаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глаголы им Иисус. Не стили чли ни кали же в писаниях. Камени гожи не вряду со твоей шази ждущи. Сей быст во главу угла. От Господа быстей, и ездивно воочию вашию. Что искупленные и оживотворенные кровью мы ничего не должны ставить выше Христа, о том Господь так говорит в Евангелии. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. И во Второзаконии написано. Говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и сыновей своих не знает. Сей слова твои хранит, и завет твой соблюдает. Глава 33, стих 9. Также апостол Павел говорит. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Так написано. За тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 35 по 37. И опять. Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Первое послание к коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20. И еще. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание к коринфянам, глава 5, стих 15. Глава 7. Исторгнутые из челюстей дьявольских и мирских сетей не должны уклоняться снова к миру и через это лишаться того, что приобретено. В книге Исход читаем, что иудейский народ, который представлял нас в сене и образе, будучи избавлен защитником и мстителем Богом от тягчайшего рабства фараонова и египетского, то есть дьявольского и мирского, вероломный и неблагодарный в отношении к Богу, ропщет на Моисея, примечая неудобства пустыни и труда и не разумея божественных благодеяний, свободы и спасения. Он хочет снова сделаться рабом Египта, то есть мира, из которого исторгнут, тогда как тем более должен бы уповать на Бога и верить, потому что кто освобождает людей своих от дьявола и мира, тот и покровительствует освобожденным. Что это ты, говорит, сделал с нами, выведя нас из Египта? Лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны. Книга Исход, глава 14, стихи с 11 по 14. Господь, предостерегая нас от этого и поучая, что мы не должны снова возвращаться к дьяволу и миру, от которых отреклись и избавились, говорит в Своем Евангелии. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Евангелие от Луки, глава 9, стих 62. И еще. Кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 31 и 32. А чтобы никого не удерживали от последования Христу ни жадность к имуществу, ни угождение родным, он присовокупляет к тому следующее. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Глава 8. Надлежит твердо стоять и пребывать в вере, в добродетели, в совершении небесной и духовной благодати, чтобы можно было достигнуть почести и венца. В книге Паралипоменон. Господь с вами, когда вы с ним. Если же оставите его, он оставит вас. Вторая книга Паралипоменон, глава 15, стих 2. И у языки Иля. Праведность праведника не спасет в день преступления его. Глава 33, стих 12. Также Господь говорит и в Евангелии. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. И опять, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Предостерегая же нас, что мы должны быть всегда готовы, и, изготовившись к походу стоять твердо, он присовокупляет к тому следующие слова. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин придя найдет бодрствующими». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 35 по 37. Тоже и блаженный апостол Павел, увещевая нас к преуспеянию, возвращению и высшему совершенствованию нашей веры, говорит, «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 24 и 25. Также «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 4 и 5. И опять «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам, глава 12, стихи 1 и 2. И еще «Мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 16 и 17. Такое же увещание заключается в божественной проповеди Апокалипсиса. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Глава 3, стих 11. Пример того же, как нужно быть твердыми и стойкими, мы находим в книге Исхода. «Моисей для одержания победы над Амаликом, изображавшим дьявола, поднимал вверх руки в знамение и таинство креста, и одолевал противника только в том случае, когда с поднятыми постоянно руками пребывал неослабно в этом знамении. И когда Моисей сказано «поднимал руки свои, одолевал Израиль», а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его. И сказал Господь Моисею «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной». Книга Исход, глава 17, стихи с 11 по 14. Глава 9. Бедствия и гонения бывают для нашего испытания. Во второзаконии. «Искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей, и всею крепостью вашую». Глава 13, стих 3. «И опять у Иисуса сына Сирахова. Глиняные сосуды испытываются в печи, а испытания человека в разговоре его». Глава 27, стих 5. «Тоже свидетельствует Павел, говоря, «Хвалимся надеждою славы Божией, и несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к римлянам, глава 5, стихи со 2 по 5. И Петр предлагает в своем послании следующее. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь как приключения для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуетесь и восторжествуете. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Первое послание апостола Петра, глава 4, стихи с 12 по 14. Глава 10. «Что не должно бояться озлоблений и казней при гонениях, потому что у Бога более могущество для защиты, чем у дьявола для поражения?» Это доказывают следующие слова Иоанна в его послании. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 4. Также в Псалме 117, стихе 6. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? И опять, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Псалом 19, стихи 8 и 9. «Еще сильнее Дух Святой поучает и показывает, что не должно бояться ополчения дьявольского, и что если враг поднимет против нас войну, то в самой войне по преимуществу заключается наша надежда. В самой этой стычке праведные достигают награды божественного жилища и вечного спасения». Говорится в Псалме 26, стихах 3 и 4. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Также в книге Исхода Священное Писание объявляет, что через угнетение мы тем более размножаемся и усиливаемся. Но чем более, сказано, изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал». Глава 1, стих 12. В Апокалипсисе обещается также божественное покровительство в наших страданиях. «Не бойся, сказано ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Глава 2, стих 10. «И это покровительство и безопасность обещает нам тот, который говорит через пророка Исаию. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пройдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой». Глава 43, стихи с 1 по 3. «Он и в Евангелии сообщает, что рабы Божьи не будут лишены божественной помощи во время преследований. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 19 и 20. «И опять, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить и противостоять все противящиеся вам». Евангелие от Луки, глава 21, стихи 14 и 15. «Потому-то в Исходе, когда Моисей медлил и боялся идти к народу, Бог говорил так, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, поиди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Исход, глава 4, стихи 11 и 12. «Да и нетрудно для Бога открыть уста человека ему преданного, вдохнуть в своего исповедника твердость и смелость говорить, нетрудно для того, кто заставил ослицу говорить пред пророком Валаамом, как читаем в книге «Чисел», главе 22, стихе 30. «И потому во все время гонений пусть никто не думает о беде, причиняемой дьяволом, а лучше пусть каждый помышляет о помощи, даруемой Богом. Да не ослабляет ума напасть человеческая, но да укрепляет веру покров божественный. Потому что всякий по Господним обетованиям и по заслугам своей веры должен получить помощи Божией столько, сколько заслуживает, и нет ничего такого, чего не мог бы даровать всемогущий, если только не изменяет непрочная вера получающего». Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твой, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, я никак уже разлучаюсь от Твоих рабов, но признав них почивая, не оставим я раба Твоего, все святые царю, но дашь мне недостойному радования спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою, любовью, креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умери и нозимы и сохрани от поползновения, и не погуби миса беззакония моими, благи Господи, но искуси мя Божие и в разуме сердце мое, испытай мя и уверь, стези мая, и вирь, ащи путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен, ты боишь и путь, и истина, и живот, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.